всем доброго времени суток я евгений лебедев эксперт фирма акара и сегодня я хочу рассказать на что же в первую очередь обратить внимание при проводке блесны для начинающего это у нас даня привет он наш фотограф форель он ловить не умеет и поэтому это подходящий пример на нем продемонстрировать с чего же лучше всего начать начинающему при ловле на блесну и на что обратить внимание закидывай дать у нас сейчас получается очень сильный боковой ветер когда вы встречаетесь с таким явлением в первую очередь при забросе старайтесь чуть-чуть прицеливаться если ветер вправо соответственно чуть левее потому что ветер будет сносить приманку если вы будете целиться чуть левее она как раз будет приземляться перед вами и сразу же как только блесна упала в воду старайтесь вымотать дугу и шнура в прямую линию чтобы блесна когда вы будете делать проводку шла по ровной линии спиннинг держим ровно вот так прямо перед собой из и желательно чтобы в одну линию со шнуром скорость в первую очередь нужно подобрать такую чтобы у вас блесна играла без сбоев то есть вращать катушкой не очень быстро чтобы блесна не не вращалась вокруг своей оси и не очень медленно чтобы она сбивалась в игре то есть для этого можно даже сделать несколько забросов вдоль мазков если прозрачность воды позволяет и подобрать таким образом скорость для проводки для данной блесны на которую вы ловите сейчас даня кинет вдоль мазков и покажет как же все-таки должна но мы вместе подберем скорость вращения катушки чтобы блесна именно играла так как должна играть главное вращать равномерно без остановок без ускорений просто равномерно вращать с той скоростью при которой блесна именно колеблется в воде примерно вот такая игра и у нее и должна быть то есть без боев чтобы она колебалась из стороны в сторону как только вы набьете руку на правильное вращение с правильной скоростью катушки вы можете уже приступать уверенно к ловле форели есть о пожалуйста наглядно сошла то есть сошла да но тем не менее была поклевка то есть у дани получилось подобрать скорость для проводки блесны и незамедлительно произошла поклевка ну правда форель сошла но не страшно я поймаем вот значит как только вы подобрали нужную скорость для проводки блесны путем эксперимента вдоль там берега чтобы вы наблюдали как блесна играет вы можете уверенно приступать к ловле форели дальше идем по такому пути мы учимся определять в каком горизонте воды стоит форель то есть мы забрасываем блесну я люблю определять считать от 1 то есть многие считают сверху я считаю от 1 то есть определяем во первых сначала глубину выдаем считаем на какой счет падает блесна допустим на 10 упала вы понимаете что на 10 счет блесна падает на дно положили на дно начали делать проводку блесна будет идти вдоль дна значит сделали проводку 2 нету контактов следующий заброс делаете и считаете до 7 допустим значит блесна уже пойдет чуть выше следующий заброс до 5 потом там до 3 и потом сразу до делаете проводку то есть если в каком-то горизонте вы почувствовали контакт или поймали допустим вы продолжаете облавливать этот горизонт если есть тычки и плохая реализация вы начинаете подбирать может быть менять цвета либо поменять кардинально другую блесну с другой игрой более там размашистый или наоборот более более маленькой игрой чисто более частотный мелко частотной игрой вот и таким образом вы уже начинаете ловить в разных горизонтах и таким образом вы продолжаете совершенствовать совершенствоваться в своих навыках ловли форели ну а дальше уже когда вы хорошо отработаете равномерную проводку блесны вы уже можете туда подключать разные сбои блесны от себя небольшие рывочки на себя то сделаете три четыре пять оборотов делаете например зубой блесны от себя спиннинг чуть-чуть короткое движение опять продолжаете проводку с той же скоростью либо делаете проводку делаете рывочек небольшой на себя и дальше опять же продолжаете вращение катушки с той же скоростью но это уже такие нюансы которые вам уже надо пробовать экспериментировать и в любом случае это же мои просто вам рекомендации дальше по факту вы уже будете что-то совершенствовать совершенствовать сами в ловле форели так сейчас на примере да не мы посмотрим чему он за короткое время научился мы делаем сейчас точнее да не сейчас делает заброс и дань считай на какой счет у тебя упадет блесна на дно секунда как я это пойму когда она упала значит делаешь заброс перекидываешь дужку то есть ну как дело заброс вымотал слабину как я объяснял чтобы у тебя шнур был одну линию со спиннингом дужку перекинул естественно и смотришь на шнур то есть когда он провиснет значит блесна упала на дно дужку закрыл в одну линию шнур и считаем раз два три 4 5 6 7 8 все вот блесна упала на дно делай проводку вдоль дна равномерно вращай катушкой старайся чтобы у тебя была скорость 1 этажа самое главное для новичка это вот научиться просто классической равномерной проводки все остальные там нюансы сбои твич и это дело второстепенное это все само собой придет самое главное научиться чувствовать блесну чтобы вы могли регулировать скорость вращения по своим ощущениям тебя видишь еще бывает иногда ты когда вращаешь катушкой и вот в этом положении ты чуть-чуть начинаешь ускорять а ты старайся чтобы у тебя равномерно вращение катушки было с одной скоростью по всему кругу да еще самое главное когда мы вращаем катушкой чтобы у нас спинник был четко ровно чтобы мы хлыстиком не виляли ни вправо ни влево потому что это тоже играет роль в игре блесны так в маты теперь считаем до шести раз два три четыре пять шесть вращаем то сейчас мы более попробуем сделать проводку в толще воды чуть выше от 1 да сейчас чуть быстро вращал допустим если вот не разогнался не надо слабину давать просто замедляй немножко вращение катушки она сама уйдет чуть ниже так спинник зафиксирую чтобы он у тебя был все время не подвижен в одну линию со шнуром не шевели так и катушкой ты видишь начинаешь очень быстро вращать то есть вращать чуть не совсем медленно такой средний темп вот все и вот так равномерно и вращая не ускоряясь не замедляясь спинник ровно держи хлыстиком не води в стороны вот отлично надеюсь мой совет вам поможет если у вас какие-то будут вопросы задавайте мы постараемся на них ответить хороших вам рыбалок и отрабатывайте проводки